Террористическая группировка Сосна-ЦРЭЖ объявила о прекращении вооруженной борьбы и создании партии. Пресс-секретарь группы Вооружан Аветисян собрал журналистов и поведал им о программе создающейся организации и дальнейших задач террористов по борьбе за светлое будущее Армении. Они думают, что светлое будущее Армении зависит от оружия, что если взять в руки оружие, то в карманах у простых армян больше зазвенит, больше появится денег. Отказ от вооруженной борьбы – это не политическая позиция организации, а результат всего лишь соглашения с новыми властями. Поэтому, как полагают многие в Армении, оружие в раках Сосна-ЦРЭРовцев от этих может оказаться в любой момент, в который Пашинян сделает что-то не то, что им не понравится. Пашинян, войдя в тандем с террористами, фактически выпустил джин из кувшины. И этот джин вроде бы обещал себя хорошо вести, но это лишь слова. А на последней пресс-конференции представители группировки это четко дали понятие. Примечательно, что одним из основных пунктов программы будущей партии Аветисян объявил так называемое присоединение оккупированных территорий Азербайджана к Армении. По его словам, своя партия Сосна-ЦРЭР задается и в Карабахе. Это неудивительно даже. И будет действовать до момента юридического объединения, в кавычках, Армении и НК. Мы заметим, что вопрос так называемого Мяцума, то есть воссоединения Армении на Горного Карабаха, был снят с повестки армянскими националистами еще в начале 90-х годов, как невозможный для реализации в современных условиях и даже опасный для имиджа Армении. Пашинян со своей командой этого не понимают. Почти три десятилетия термин Мяцум не употреблялся политиками, он не был в обороте и у самих сепаратистов. Однако с приходом к власти популистического правительства Пашиняна, он снова всплыл на повестку дня с его собственной подачей. На слова Витсяна можно было бы не обратить внимания, если бы не одно обстоятельство. Террористы Сосна-ЦРЭР принесли присягу верности новым властям и были освобождены вовсе не из гуманистических соображений, а с определенными целями, среди которых карабахская тема занимает, думается, центральное место. Интересно, когда Пашинян пожимал руки родителям умерших от рук вот этих террористов, Сосна-ЦРЭР, родителям, как он им смотрел в глаза, зная, что отпустят террористов? Продолжение следует... Никол Пашинян первый из армянских президентов, не имеющий никакого отношения к освободительному движению. И это его большой минус. В Армении уже давно звучит недовольство тем, что какой-то молокосос унижает и арестовывает так называемых героев Карабаха, к числу которых возбужденная патриотическая общественность Армении относится и ворка Чириана, и негодяя Манвела Григоряна, вот этих известных душегубов, ну и прочих. Пашинян понимает, что это его слабое место, и за всех сил старается доказать, что хотя он и не воевал, но именно он тот, кто решит наконец-то вопрос Карабаха в пользу Армении раз и навсегда. Демократический, так сказать, флёр по мнению Пашиняна поможет тому, что западный мир несётся к его карабахской политике более мягко и промолчит. Тогда Армения вздумает присоединиться к себе аннексированные ею территории другого государства. Я сомневаюсь, что западный мир и всё мировое сообщество промолчит, так как мы знаем, что все они ратуют за целостность границ Азербайджана, а Карабах как раз входит в состав Азербайджана. В этом свете заявления, как у террориста Азербайджана, звучат уже по-иному. Освобождённые безо всяких на то оснований и приближённые к трону Пашиняна террористы могут превратиться в основную движущую силу пашинянской власти. Это не мягкотелы математики, физики или репетитора по-английскому, вставляющие команду нового премьера Пашиняна. Это люди, прошедшие огни и воды, спокойно убивающие и не испытывающие никакого зазрения совести. Не испытывающие никакого грузения совести совершенно. Человек с ружьём выше всякой демократии. Что касается отказа от вооружённой борьбы, то речь только идёт от отказа на определённых условиях, естественно, от вооружённых мятежей в Армении. Но это никак не меняет террористической сути группировки, которая, превратившись в партию, вряд ли изменит свою направленность. Освободить террористов, убивших полицейских саргасиан, к нему было бы много очень вопросов. Но Пашинян для общества как бы свой парнишка, которому как-то нехорошо ставить неудобное положение, хотя вопросы непременно должны были бы возникнуть. Ну, например, почему лица, совершившие убийство, освобождены, не понеся наказание? Или как возможно, чтобы лица, уголовные дела, которых по тяжким статьям продолжаются, создали политические партии и готовились к выборам? И ещё, почему вдруг замолчали семьи убитых полицейских? И чем власти купили их молчанием? Вот это очень интересно. Ответ на все эти вопросы один. Экстремистская группировка понадобилась Пашиняну для осуществления цели, которые ему, как мягко говоря, демократу и реформатору не к лицу. Не может же, уверявший Москву, неизменности политического курса Пашинян заговорить об изгнании российской базы или пограничников. Не к лицу, призывающему к всему общему миру, любви, политику, приглашать чужой Карабах в Армению. Всё, что тут по силам Пашиняну, это попытка выиграть время, застопорить переговорный процесс требованиями о привлечении к нему сепаратистов. В определённом смысле Воружан Аветисян озвучил на пресс-конференции программу не создающейся партии Соснацера, а новой власти Армении, которой террористы поклялись пока что служить. Хотя, по большому счёту, ещё неизвестно, кто именно формирует повестку, Соснацереровцы или Пашинян, и кто кого больше боится. Впрочем, для нас это не имеет никакого значения. Новая повестка, предусматрившая плавный переход от так называемой независимости оккупированных территорий к их воссоединению с Арменией, и поможет в достижении цели страны-оккупанта. А любое поползновение, любое из этих направлений будет строго наказываться Азербайджаном. Николу Пашиняну же следует научиться выбирать себе друзей и не спускать террористов с короткого поводка, потому как террорист, он как волк. Ты его сколько ни корми, а он всё в лес смотрит.